С городом Радио Болтком Мир не изменится, если мы не начнем с себя Добро не появляется из воздуха Его кто-то должен сотворить Вместе мы это можем Каждый вторник в 16 часов в эфире Радио Болтком Программа «Зеленая лампа» А те, кто без нас не справится с бедой И для тех, кто хочет помогать Включи зеленую лампу, сделай звонок на благотворительный телефон И подари надежду Телефон для благотворительных звонков 9300-6384 Плата за звонок 1 евро 42 цента Доброе утро всем, кто нас сейчас слушает В эфире Радио Болтком Программа «Зеленая лампа» Программа о тех, кому нужна наша помощь И для тех, кто хочет помогать И ведут ее сегодня Ольга Авдевич Здравствуйте Я Рита Трошкина Здравствуйте еще раз Наши гости Руководитель Латвийского центра Аботерапии Психолог, член правления Балтийской ассоциации поведенческого анализа Ирина Левичева Я правильно сказала? Очень правильно, добрый день Спасибо, что вы к нам пришли И так совпало, что сегодня тема нашей программы Мы помогаем Зеленую лампу включаем Для маленького трехлетнего Тимофея Тимофея Храповицкого Которому очень нужна помощь Потому что буквально недавно Врачи констатировали у него нарушение Аутического спектра Конкретно диагноз синдром Аспергера Мы немножко поговорим подробнее сегодня Об этом заболевании Потому что Ирина у нас Очень сильный специалист И уже не первый раз в нашей программе А вопросов у нас много И у родителей еще больше вопросов Но в случае Тимофея Ему могут помочь специальные занятия По АБА или АБА Как правильно говорить-то все-таки И БИ-терапия или АБА-терапия И так, и так говорят Потому что это английская аббревиатура И так, и так неправильно Ну хорошо АБА-терапия в Рижском центре аутизма И стоимость годового курса 3900 евро на год Но это может помочь мальчику Пока он еще маленький Особенно есть шансы Вытащить его из этого состояния И наш телефон зеленой лампы 9306384 9306384 Работает всю неделю Для маленького Тимы Тимофея Стоимость звонка Евро 42 цента И все звоночки маленькие Как мы всегда говорим Соединяются Большую и очень важную Для этого малыша помощь Ирина Давайте объясним радиослушателям Многие не понимают А в чем собственно проблема Ну вот ребенок аутист Какая-то нужна вот реабилитация Да, реабилитация И эти занятия со специалистами Это очень дорого Родители обращаются за помощью А в принципе, ну как Вот ребенок Руки-ноги целы Ходят своими ножками Это не то, что такое Не то, что вот ДЦП Мы видим, что ребенку тяжело Что он в коляске Что у него там не шевелится рука И многие не понимают вообще Зачем нужно собирать деньги На лечение вот этих вот деток с аутизмом Портрет вот ребенка аутиста Вот что там такого страшного и проблемного Ну да, здесь наверное нужно объяснить В чем вообще суть, да Ядро этого расстройства развития Ну во-первых, почему нужны коррекционные занятия Это в общем следует из диагноза из самого Да, то есть психиатр ставит диагноз соответствующий И соответственно назначает необходимое лечение Ну в случае аутизма Медикаментозного лечения не существует И каких-то таких, скажем Очевидных таких аппаратных Каких-то методик, да Которые вот посадил ребенка Допустим, как Что-то с ним там сделал И соответственно получил какое-то улучшение Его состояния Такого нет И суть аутизма в том Что Ребенок с самого детства Не приобретает навыков Социального взаимодействия Которые, собственно, позволяют ему включаться в социальную среду Позволяют учиться от других людей Позволяют быть членом, скажем Коллективов детских Соответственно То есть коммуникация, да? Ну там коммуникация, социальное взаимодействие Они формируются навыки То есть маленькие дети К примеру Часто говорят, что их можно сравнить с инопланетянами Вот они попали на нашу планету И они не очень понимают Как здесь вообще все устроено И как себя нужно вести Ну вот я сейчас Какое-то нечто усредненное Это условный ребенок Который родился У которого, ну в силу каких-то разнообразных причин Вот развитие пошло по аутистическому сценарию Первое, что происходит Ребенок в возрасте, ну скажем Двух-трех месяцев Не выделяет лицо человека Как важный сигнал Как важный стимул Соответственно, он не фокусируется Не отсматривает Он, в общем-то, отдает ярким игрушкам предпочтение Больше, чем, допустим, лицу матери или папы Которые склонились над ним И, соответственно, далее Не смотря на людей Не наблюдая их поведение Не считывая их артикуляцию То есть не закладываются вот эти вот Такие базовые навыки Которые в возрасте двух с половиной Трех лет позволят ему овладеть речью Далее, скажем Из таких важных Ну, средств невербальной коммуникации Жесты То есть не смотря на человека Он не понимает Вот самых простых жестов Да, там Когда показывают пальчиком Это значит, твое внимание должно быть Сфокусировано вот на чем-то Мама рассказывает про кошечку Показывает ему кошечку А ребенок, в общем-то, уже не способен Вместе с мамой рассмотреть Да, потому что вот этого Ну, взаимности и взаимодействия Этого нет Также точно из Слуховых, скажем, стимулов Не выделяет ребенок Звук человеческого голоса То есть все шумы окружающей среды Звучание игрушек Не знаю, там, шум дождя Там, трамвай, идущий за окном И разговор двух человек Это такое, в общем, очень равноположенные Для него вещи И, возможно, даже там, скажем Шум трамвая его привлечет больше Чем то, что говорят другие люди И то же самое Мы получим, скажем, после года Такую картинку Когда ребенок и не может поиграть С мамой там Или с взрослыми в игрушечки И, собственно говоря, не распознает Не фокусируется на людях На том, что они делают У него не развивается навык имитации То есть у него вот навык Ну, не навык, а свойство Обучаться через подражание Собственно, для него, ну, недоступен Ну, закрыт Также точно, если ребенок Изначально не фокусируется на голосе Соответственно, для него восприятие речи Тоже становится затруднителем То есть обучать ребенка с помощью речи То есть рассказывать ему о чем-то Тоже довольно проблематично становится И, скажем, в возрасте 2,5-3 лет Когда возраст очень активного развития Вот это все, что я вам сейчас рассказала Оно результируется в том Что ребенок включается в диалоги Может рассказать, послушать Научиться чему-то через то, что ему показали Или то, о чем ему рассказали А наш ребенок, собственно, этого ничего не делает Да, и вот в основном вот этот возраст 2,5 года Это тот возраст, когда вот Отставание становится очень очевидным А надо понимать, что оно случилось Не в возрасте 2,5 года Оно накопилось Ну, вот некоторые родители Рассказывали нам, что Например, ребенок не понимает Что дверь открыть можно Просто нажав ручку Вот такой навык И долго-долго нужно его учить Он не понимает, как работает включатель-выключатель Он не понимает, как Что можно взять ложку Опустить ее в кашу И поднести эту ложку к корту И съесть кашу То есть элементарным каким-то вещам Вот этого ребенка потом приходится Учить Ну, часто бывает немножко по-другому Дети очень быстро научаются Как открывается дверь И как включается свет Потому что здесь Простая причина-следственная связь И здесь участие другого человека И не нужно Вот он подошел И случайно нажал на выключатель И сразу моментально получил Некоторый эффект Который, как правило, очень нравится Все, что касается включения и выключения света Открывания и закрывания дверей Это такая, в общем, большая часть досуга Детей с аутизмом раннего возраста Они, в общем, часто и подолгу Может этим заниматься И часто очень в основном на этом фокусируются Но, допустим, выключатель высоко И как раз вот то, что можно позвать маму И сказать или там показать пальчиком На то, что вот нужно нажать туда Вторая часть уже действия Да, вот здесь вот могут быть большие сложности Или, допустим, то, что очень часто происходит Глазной контакт Вот это тоже один из очень ранних коммуникативных приемов детских Это первое, что начинает делать ребенок Пытаясь установить контакт с окружающими Это смотреть на него призывно Вызывая у мамы желание Не отходить от этого младенчика очень долго И, в принципе, глазной контакт Как просьба, как призыв Оставаться в этом взаимодействии Остается на протяжении всей жизни у людей И вот, допустим, подойдя к дверям И не открывается ручка Допустим, открывается довольно тяжело И рядом стоит взрослый человек И вот просто посмотря на этого человека Фактически можно попросить его Открыть эту дверь И вот этот простой прием Он тоже, в общем-то, детям с аутизмом Недоступен очень часто То есть они так не могут Но, тем не менее, вот есть совершенно разные же случаи Да, мы об этом тоже поговорим Вот конкретно наш мальчик, о котором сегодня речь Герой нашей программы Тима трехлетний У него, то есть сидром Аспергера Да, как правильно он называется Совершенно нормальный интеллект Очень хорошо развит То есть он говорит Он поет даже Но вот в другом как-то это у него проявляется Мама забила тревогу давно Потому что он с рождения, когда родился Он очень плохо спал Он говорит, что постоянно кричал, плакал И на руках приходилось просто с рук его не спускать Вот, и он и сейчас не спит Плохо спит Даже вот когда они пошли в детский садик в два года То очень скоро воспитатели сказали Что мы не знаем, как в 12 часов его нужно было забирать Потому что все дети спать шли А он не мог И он им мешал, естественно Вот, ну и дома очень плохо он спит И не может он играть с детьми Не может собирать пазлы Мелкая моторика нарушена Не может рисовать Но ему хочется общаться При этом И вот чудесный ребенок Чудесный Там и мама такая очень хорошая Вот, и она сразу давно заметила Что он не такой, как все Ее это очень встревожило Она ходила к неврологам Неврологи ее успокаивали Говорили, ну, чего волнуйтесь Еще рано перерастет он Подождите Как обычно это говорят у нас Ну вот, недавно буквально ему этот поставлен был Все-таки диагноз По настоянию мамы, в общем-то И еще детский логопед тоже проверил И обратила внимание на какие-то нарушения Она стала задавать вопросы более широкие Из опыта работы Вот, и сейчас, в общем-то Посоветовали им срочно заниматься Взять этот курс занятий годовой Аботерапии Той самой, которой вы занимаетесь Потому что чем раньше начнешь Тем лучше будут результаты У вас, Ирина, разработан какой-то курс специальный Для именно малышей Самой малышковой, да? Есть такое? И параллельно еще вот очень важный вопрос К вам часто поступают запущенные детки Когда вы видите, что Там были какие-то недоразумения Или затянулись постановкой диагноза Что можно было начать раньше И это было бы более эффективно Вот сразу много вопросов Да, очень много ее пытаюсь Я так три группочки здесь я выделила Во-первых, значит, то, что касается Диагностики и коррекции Очень часто вообще в медицине Для того, чтобы начать адекватное лечение Нужно диагноз установить И, соответственно, сам диагноз Из диагноза выходит то, каким образом Будет оказываться лечение человеку То, что касается аутизма Вот этот путь диагностики и коррекции Это очень часто параллельные процессы То есть фактически Ну и диагноз ставится по поведенческим, скажем, сигналам По поведенческим особенностям И специалисты, которые занимаются коррекцией Они тоже, ну, с момента первой встречи То, что они начинают делать Это оценивать симптоматику То есть оценивать то поведение Которое нужно будет скорректировать в дальнейшем И фактически дожидаться официального диагноза Для того, чтобы начать коррекцию Вовсе не нужно Это важно То есть к вам можно прийти и без диагноза Ну и к нам, вообще к специалистам К специалистам, которые в нашей сфере занимаются И корректируют аутистическую Ну, симптомы аутистического спектра Они, да, первое, что они сделают Они вот оценят очень самые ранние Вот эти вот навыки социальной коммуникации Социального взаимодействия Навыки имитации Смотрят моторика, насколько развита Какие навыки самообслуживания оценивают Какие есть сопутствующие проблемы Которые вы упомянули Допустим, с едой или сном Вообще, ну, стереотипное поведение Присутствует или не присутствует То есть насколько ребенок может поиграть То есть это тоже Это не такая диагностика Которая приведет к постановке Либо не постановке диагноза А это такая диагностика Которую специалист делает Для того, чтобы составить этот план интервенции Для того, чтобы понимать актуальный уровень этого ребенка Что он может и что не может И составить вот этот план Поэтапного обучения Нужным формам поведения Которые по какой-то причине Не сформированы То, что касается программы В нашем центре Мы уже какое-то время Скажем, года 4, наверное, уже Специализируемся, в общем, на очень маленьких детях У нас вот за этот год был полуторагодовалый малыш Который к нам пришел Чем раньше возраст Начало коррекции То есть когда мы только-только-только Видим, как правило, это родители Либо еще дошкольные педагоги Нам очень большую помощь Потому что они, всматривая детей В большом количестве Видят, что какой-то ребенок Ну как будто не вписывается Говорят родителям И, в общем-то Вот в таком уже раннем возрасте В возрасте, когда ребенок начинает пищать Детский сад Это около двух лет Уже дети к нам попадают И чем раньше, тем лучше Именно в том плане, что вот в таком возрасте Запущенных детей нет и быть не может То есть это такой возраст Когда разрыв в этих навыках Ну не такой большой То есть это дети, которые Да, может быть, у них есть какие-то там Специфические формы игры А нет, допустим, ну вот такой Нормотипичной игры Да, это дети, у которых вот такие ранние Коммуникативные навыки не сформированы Он там не может, вот как я говорила Про дверь, да, посмотреть на маму Чтобы призвать ее на помощь, скажем Не может показать пальчиком То, что находится высоко на полочке Чтобы попросить Он предпочитает, скажем Игры с игрушками Играм с человеком Но это как раз то, что вот является Целью коррекции Целью обучения И, в общем-то, эти навыки Ну, мы умеем формировать И они формируются Таких детей, которых вот просто нельзя научить Ну, мы не встречали И, соответственно, через какое-то время Мы увидим этого ребенка Который, в общем-то, со своим сверстником Нормотипичным Ну, в общем-то, плюс-минус Сделает то же самое, что и сверстник Фактически он может идти там В детский сад И не так выбиваться, скажем Из общей картины Скажите, а вот если вовремя начатая Вот эта коррекция Как говорите К школьному периоду К школе Можно привести ребенка Вот в такое состояние Что он будет нормально сидеть Слушать на уроках И что-то воспринимать Как практика показывает? Это такой для всех специалистов Очень такой неприятный вопрос Когда, ну, скажем Давать прогнозы Но динамика всегда очень хорошая И даже не к школьному возрасту Мы всегда даже говорим о том Что это возраст, ну, трех-четырех лет Когда, ну, вовремя начатая Вот ранняя интервенция Вовремя начатые коррекционные занятия Они уже должны, ну, очень Ну, помочь выровнять, да Вот этот профиль у ребенка Для того, чтобы он был очень близок к норме Но опять же, да Что мы знаем, что аутистический спектр Он очень широкий Вот, очень широкий Непредсказуемая От глубокой инвалидизации Ну, как дети, которые, в общем Так или иначе Иметь тяжелое состояние Да, и на другом конце этого спектра Дети, у которых есть какие-то сложности Социальной адаптации Которые, в общем-то, можно быстро Скорректировать А вот тяжелое состояние У нас, я помню, был Были такие семьи Когда вот мы сталкивались с этими детьми Мы просто, ну, до глубины души Это вот, ну, даже тяжело представить Как вообще в семье можно вот этого ребенка Каким-то образом вот организовывать И корректировать Там, у одной бабушки Ей приходилось выводить его на поводке И даже соседи заявили на нее в полицию Когда приехала полиция Она поняла, что это тот мальчик Который убегает от бабушки Это полиция по лесу его Постоянно Периодически ловит, ищет Мальчик уже был подростком Ну, так Были дети, которые Вот родители рассказали, что вдруг Он именно на пешеходном переходе На зебре он ложится И все И его не поднять А светофор дал зеленый свет Машины должны ехать А он лежит И нужно с помощью прохожих Просто поднимать его И вытаскивать с этого перехода Или он может взять из холодильника Кастрюлю с супом И почему-то он считает Что ее нужно обязательно вот на кровать вылить И там в этом есть какой-то смысл для него Вплоть до таких вот вещей То есть к чему я это говорю Что когда мы говорим, что вот аутизм И нужны деньги Нужно собрать, помочь этой маме Оплатить курс терапии и реабилитации Кажется, звучит это очень так Ну, невинно Реабилитация и реабилитация На самом деле это очень серьезные вещи Эти семьи сталкиваются с очень серьезными проблемами Ну, это вот такая специфическая Специфические интересы Вот то, что вы говорите Это действительно очень похоже на поведение Ну, очень больших уже детей Или подростков Тем, которым Ну, в общем-то, они росли Без специального сопровождения Так скажем Потому что для того, чтобы взять кастрюлю И пойти выливать ее в кровать К этому надо иметь Ну, мотивацию, интерес А это говорит о том, что у ребенка Ограничена сфера интереса В принципе была То есть его, ну, опять же, может так прозвучать довольно некрасиво По отношению к родителям Не обучали, да Ну, в общем, ему не сформировали вот этот интерес Таким образом Не расширили его мотивационную сферу Таким образом Чтобы в какой-то момент Между кастрюлей, выливаемой в кровать И, не знаю, там, пазлом на 250 кусочек Он, ну, точно выбрал бы пазл Можно это избежать Ну, еще лет 5-7, да Родители говорили о том, что они Во-первых, они долго не могут понять Что с ребенком, да И они, может быть Если бы была построена система Такой вот, как бы, координации Информирования родителей Направления Эти родители бы, конечно, заметили бы И стали заниматься с этим ребенком Но это Общество совершенно не готово Поэтому мы пригласили вас Поэтому вы сегодня сидите у нас в студии Поэтому мы разговариваем об этом, да Поэтому мы стараемся сделать публикации И как-то, чтобы вот широкое общественное мнение В эту сторону немножечко тоже изменить Не всегда родители виноваты Иногда часто делают замечания Говорят, что вот Вы не воспитываете ребенка Родители в этот момент Имела в виду, в принципе, вот Ну не научили к тому, что Если бы это было все так просто Что можно было бы передать это на утку Родителя, а вот вы учите его Чтобы пазлы собирал Вы учите его, чтобы зубы чистил Ну зачем тогда учатся специалисты Ну много-много-много лет Имея уже основное образование, да И накладывая на это еще специфические Различные образования, так скажем Для того, чтобы мочь и уметь Квалифицированно делать Вот то, что, собственно говоря, мы делаем Потому что родителям, особенно если, допустим Ну мама бухгалтер Вообще никакого отношения к медицине Педагогики не имеет То есть как можно просить родителей Чтобы он начал заниматься реабилитацией ребенка У которого еще и специфические потребности В обучении, собственно, есть Я не имела в виду родителей Очень многие родители еще жалуются На своих педиатров Что родители видят, что с ребенком что-то не так И просят у педиатра направление К неврологу или к психиатру А вот этот семейный врач говорит Что ничего страшного Ну как все В этом возрасте еще все так себя ведут В этом возрасте это все откорректируется Перерастет То есть вот что именно семейные врачи Они не могут запеленговать Ну вот это мне сложно комментировать Действия семейных врачей Но у нас есть специалисты, собственно говоря В чьей зоне ответственности Это расстройство находится Это психиатры в первую очередь И неврологи И в общем-то в детской нашей клинической Университетской больнице Прекрасное отделение Где в общем-то замечательно Ну то есть все имеют представление о том Мы согласны, просто очереди у нас очень большие Очень большие Да, очень большие История, о которой мы рассказывали на прошлой неделе Да, девочка Вероника Нечаева Вот мы должны сказать всем большое спасибо Что мы собрали Благодаря нашим радиослушателям И читателям портала Mixnews.lv Всю сумму, которую мама сможет оплатить Теперь этот годовой курс И почему пришлось собирать эти деньги Потому что их поставили на лист ожидания очереди Да, очередь, чтобы попасть в полтора-два года Не в очередь, а На лист Очередь, чтобы попасть в очередь Да, да, да Вот, поэтому специалисты есть, но их катастрофически не хватает И поэтому огромное всем спасибо от мамы Собрано 3919 евро Сделано 1019 звонков И это составило 1264 евро Спасибо всем, кто делает звонки Это половина вот этой суммы Мама просто передает всем низкий поклон И душевное спасибо И мы хотим привлечь ваше внимание Дорогие радиослушатели Сейчас вот еще раз к мальчику Тиме Которому три года Три года и два месяца, да, если быть точным У него замечательная мама Лена Она журналист И радиожурналист тоже, да И вот она решилась Она долго не решалась попросить о помощи Но ситуация такая, что вот надо что-то делать А вот у самой возможности нету, да, как у многих То есть, ну, на все тебя не хватает Мальчик замечательный Ну, проявляется у него, мы уже начали говорить, как, да Это все, аутический спектр этот Он не смотрит мультики вообще, да То есть, он боится шумов, каких-то мелькающих картинок При этом это умный, чудесный и совершенно добрый ребенок Она рассказывает такие случаи про него И у нее на страничке в социальной сети Вот мы прочитали Очень трогательные случаи Вот она говорит, я лежу А у нее тоже со здоровьем немножко проблемы Ее весной сбила машина Мусоровоз, причем Она когда-то переходила улицу И она ходила долго на костылях И мальчик так испугался, что он стал заикаться Ну, так совпало, что именно в этот период И она говорит, я лежу утром Он подходит, говорит, мама, пойдем гулять Он говорит, подожди, я сейчас чуть-чуть полежу, я так устала, у меня нет сил И пойдем Она с ним очень так разговаривает, как со взрослым, так чудесно Они что-то там обсуждают вместе Вот, он побежал на кухню, принес морковку И говорит, я съела морковку, у меня появились силы Вот тебе морковка, и дает ей эту морковку Ну, вот у них очень такие диалоги чудесные То есть мальчик очень отзывчивый, добрый Но вот с детьми он не может общаться Ну, по-разному у него там все это проявляется И, конечно, психиатр поставил диагноз И нужно очень срочно заниматься его лечением И есть все шансы его вытащить вот из этого состояния Из-за зеркаля, как мы говорим, такого своего рода Мама Лена, она говорит, она написала сегодня Что мой Тима, он как Илон Маск То есть у Илона Маска тоже синдром такой же, да, Аспергера Ну, вот как-то он развился и добился таких высот Ну, это шутка, конечно Но есть к чему стремиться То есть поставлена цель Сначала кажется, как она говорит, я не могла это принять Сначала мне казалось, что нет, я не смогу Я не смогу все это делать, я не смогу сама все это вытянуть Вот, а потом вторая мысль приходит А что, у тебя выбор есть? То есть надо вставать, делать и идти То есть этому ребенку нужна мама Все мамы говорят, что это Ну, как очень естественно, да, любить ребенка Когда он милый, когда он забавный Когда ты с ним коммуницируешь Когда он твой там компаньон Вот, а аутист, он другой, он чужой Они разные все-таки Да, и любить ребенка такого, какой он есть Вот как раз Елена Вот ее фраза у нас на сайте mixnews.lv В рубрике «Зеленая лампа» Это статья, посмотрите, там фотографии И очень подробный рассказ Очень интересная история этого мальчика И вот она говорит так, что он научил меня любить По-настоящему Легко любить удобного ребенка Который послушный, замечательный А когда он не такой, как все остальные Вот это немножко другое И любовь всегда безусловна И это понимают люди, которые с этим сталкиваются В первую очередь, наверное, они понимают Я просто хочу напомнить телефон наш 930-6384 Евро 42 цента за звоночек Всю неделю, будет до следующего вторника Работать для трехлетнего Тимофея И в фонде Be Open, с которым мы сотрудничаем Открыт счет помощи этому малышу И тоже вот вы можете найти на наших страничках В фейсбуке и на сайте mixnews Реквизиты для перечисления И никакие проценты не удерживаются И это целевой счет С него могут оплачиваны быть только Счета медицинских учреждений На лечение и реабилитацию Тимофея Храповицкого Мы не забываем, что у нас в гостях Большой специалист по этому вопросу Ирина, вот родители, многие родители аутистов Очень ждали, вот когда принимали бюджет На 2021 год И когда президент у нас, значит Провозгласил его Там стало ясно, что на терапию Детям аутистам 0 евро 0 центов И почему так происходит И потом вот эти родители Они инициировали на портале Manobals.lv Сбор подписей И очень быстро собрали Буквально там за 25 дней 11 тысяч подписей Чтобы ввели какие-то оплачиваемые Дополнительно оплачиваемые государством Услуги для деток с аутическим спектром Как обстоят дела вот с этой инициативой? Ну вот такая ситуация действительно есть Да, и действия политиков комментировать Еще сложнее, чем действия семейных врачей Вот, это очень несправедливо Потому что мы сталкиваемся с чем? Дойдя до психиатра Простояв в очереди На очереди, попав в очередь И попав все-таки туда Дети получают диагноз Соответственно, доктор должен дать родителям Пути коррекции То есть назначить лечение И, собственно говоря Первое, что рекомендует Это поведенческая терапия Аботерапия Или поведенческие анализы Все эти виды терапии В общем, основаны на поведенческом анализе И, собственно говоря Это как раз то, что не финансируется То есть вы вот Мы вам расскажем, что нужно делать Но это уже ответственность Ну, финансовая ответственность Ложится целиком и полностью На плечи родителей И вот в последние годы Благотворительные фонды В общем Принимая во внимание Вот эту несправедливую ситуацию Которая сложилась с финансированием Все этой сферы Собственно говоря Очень помогают семьям За что тоже огромное им спасибо Но, как они правильно В общем-то, многие замечают Что они выполняют Несвойственную себе функцию То есть это то, что должно быть Финансируемо все-таки Потому что вот Это порядка Ну, вокруг трех тысяч Где-то в год Получается Очень по-разному Очень по-разному И интенсивность Назначается Специалистам То есть То есть это может быть И гораздо больше Плюс нужен Эрготерапевт Плюс нужен Логопед Плюс Вот когда мамы Рассказывают нам В общем-то Вот этот бюджет Реабилитации Ребенка с аутизмом Консультации специалистов Детского специалиста Это тоже порядка 50-70 евро В общем И мама Если мама Тем более одна Если мама не может работать А такой ребенок Его Не оставишь Без присмотра То это просто получается Ну как Неподъемная история Ну, в общем Так оно и есть Потому что Ну, надо понимать Что Вообще Программы Ранней интервенции Или Аботерапия Да То есть То, что Коррекционные Вот эти занятия Коррекционные программы Для детей с аутизмом Суть этих программ Да Формирование нового поведения Которое Ну, само по себе У ребенка не сформируется И не сложится Это, как правило Индивидуальная работа С человеком Со специалистом Ну, высокой квалификации Который Много учился Скажем Скажем Много себя Вложил Да И эта помощь Должна быть Высокой интенсивности Это не то, что Можно делать Один час в неделю Это то, что Должно происходить На постоянной основе Это много часов Туда еще Очень часто Входит Какое-то обучение Родителей Простым навыкам Допустим То, что Можно делать И дома А дома Можно делать Очень много И в общем-то Вот Реабилитация Ребенка С аутизмом Это такая Совместный труд Такая командная работа Специалиста Родителя Других специалистов Если требуется Логопед Либо эрготерапевт Да Это уже не связано Как бы С социальной коммуникацией Ну, скажем То, что касается Эрготерапии В частности Логопед Опять же Логопед Не каждый логопед Возьмется Вот Скажем Именно Наладить Речь Как средство коммуникации Да Это же очень Отличается Ребенок Может просто Говорить слова Либо может Использовать их По назначению Для того Чтобы участвовать В разговорах Да И в общении С другими людьми Да Это Правда Средство Требуется Весьма серьезное Ирина А у вас В практике Ваши Десятилетние Есть такие случаи Когда Несколько лет Занятий И все И ребенок Менялся Чудесно Меняются Это уже И через неделю Непонятно А некоторые Даже чудесным образом Да Что вот Не надо больше Приходить к нам Потому что Да Мы часто так говорим У нас конечно У нас очень много Таких случаев Когда мы говорим Не ходите к нам больше И вот опять же Да Чем раньше И интенсивнее Все это Начало происходило Да Тем Быстрее Есть вероятность Услышать Вот от нас Примерно такое Что вы к нам Не ходите Вам нужно Идти в садик Вам нужно Идти в школу Это так приятно Слышать Вот мы напоминаем Сразу телефон Наш 93006384 И мальчик Трехлетний Тима Тимофей Чудесный ребенок Которым очень нужна Сейчас помощь И у него Есть реальный шанс Потому что Там не запущенный Совершенно случай Там мама Которая Готова вообще Делать все Возможное И невозможное И мы надеемся Что все будет хорошо Евро 42 цента За звоночек 93006384 Спасибо всем За каждый звонок И напоминаем Что у нас В эфире Руководитель Центра Эбиотерапии Лаува Скола Психолог Ирина Левичева Ирина скажите Почему ваш центр Так называется Лаува Скола Это Название В честь ребенка Это мальчик Который Сын моей коллеги И изначально Мы с ней Делали этот центр Ну вдвоем Уже больше Шести лет назад И в общем-то Мы абсолютно Не думали про название То есть Это было вообще Не важно Все это Вот то Что касается Брэнда Маркетинга Это нам Абсолютно чуждо И было И собственно говоря Сейчас мы там Небольшие специалисты Но в какой-то момент Мы поняли Что как-то Должно это мероприятие Все называться А у моей коллеги Ребенок Инвалид И в общем-то Отчасти ее мотивация К созданию центра Была в том Чтобы обеспечить Своему ребенку Место Где он мог бы обучаться И собственно говоря Когда этот мальчик Сын моей коллеги Ехал на занятия И спрашивали Куда ты его везешь В Левкину школу Ну собственно говоря То есть мальчика зовут Лева Да? Да, его зовут Лев Да И собственно Вот Левкина школа Так и осталось Теперь Сколько сейчас ему? Ой Одиннадцать 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 Ну и Каким-то образом Прогресс У Левы Наблюдается? Ну у Левы Совершенно Другой диагноз Да И конечно Ну То есть конкретно Про этого ребенка Не понятно Что конечно Прогресс Наблюдается Да Но это такой у нас Сын полка Можно сказать Да То есть такой ребенок Который вообще Он с нами вырос А где вы находитесь? Мы находимся У нас два помещения Два здания Оба в Пардаугове Один сразу За Вантовым мостом На улице Слокас В районе ботанического сада И еще один Центр у нас В Имонте Но родители У которых есть подозрения На вот проблемы Аутического спектра Могут в интернете Найти лава Сколла Да И записаться На консультацию Скажите Ирин А есть ли научно Доказанные Вот на сегодняшний момент Какие-то данные Сведения о причинах Почему аутизм появляется Сейчас Вот нам кажется Его больше стало Таких случаев Чем раньше Или это иллюзия такая Нет Это не иллюзия Есть статистические данные Которые публикуются От года в год Это Сколько новорожденных Вернее Сколько Рождается Детей Которым Впоследствии Будет поставлен Диагноз Связанный Комплекс причин Отчасти Отчасти Генетические причины Повлияли на это Отчасти Какие-то Средовые факторы Повлияли на это Ну вот Я думаю Что это Еще очень долго Будут исследования В этой области Проводиться И Вряд ли это Какая-то Одна причина Вы знаете Вот многие мамы То есть у нас Каждую неделю Какая-то семейная история Вот мы Знакомимся с семьей С мамой С историей болезни ребенка И многие мамы Отмечают Что проблемы Вот эти вот Аутического спектра Возникают После комплексной прививки Они не говорят Что это из-за прививки Нет Никто так не формулирует Но после прививки Через некоторое время Как триггер Как будто У ребенка Идет обратное развитие Как мотают пленку назад Он перестает смотреть в глаза Он перестает разговаривать Он перестает реагировать На маму Вот что ваш опыт говорит Ну я тоже слышу это От родителей Бывает Не скажу что очень часто Ну собственно говоря Такие истории тоже бывают Что ребенок перенес Тяжело прививку И после этого Ну вот как будто бы Был регресс в развитии Да Ребенок перестал быть Жизнерадостным малышом Которым он являлся до тех пор Если он начинал говорить Какие-то слова То в общем-то Он перестает это делать Да И как будто бы Он становится вялым Маломотивированным Замыкается И круг интересов У него схлопывается До одного-двух предметов Да Такое говорят Ну обычно Ну Считается как Возраст Возраст яркого проявления Вот этих вот симптомов Аутизма И также возраст Вот этого вот регресса При аутизме Это возраст полтора года Вот он часто совпадает С тем возрастом Когда делаются Вот эти вот комплексные прививки И возможно Вот именно вот эта вот Временная смежность Очень близкая Она Родителям как бы Сигнализирует о том Что возможно Прививки стали Триггером Ну В общем-то Таких клинических исследований Которые бы четко говорили О причинно-следственной связи Между прививкой И аутизмом То есть в любом случае Предпосылки какие-то уже были Безусловно Да Сейчас очень Ну вот эта ранняя диагностика Развивается И в общем-то Специалисты могут увидеть Симптоматику Аутистическую В возрасте до года Вот как я говорила Потому что ранние Вот эти навыки Социального взаимодействия Они проявляются Ну фактически в тот момент Когда ребенок Научается фокусировать взгляд На чем бы то ни было Он сразу начинает Выделять лицо Как что-то очень важное Для него И выделяет голос Как тоже что-то очень важное И вот этот вот фигура фон Вот эти все социальные вещи Они становятся всегда Для него фигурой На фоне всего остального А вот у ребенка С аутизмом так не происходит Да И все в общем-то Все что мы потом наблюдаем В его развитии Связано именно с этим Да и с тем что Не вот эта значимость Социальная Да Социальных стимулов Она ну по каким-то образом Вот не сформировалась В очень раннем возрасте А вот очень важно Родителям Как мы вот из ваших Из ваших рассказов Поняли что Сразу обращать внимание И замечать Посоветуйте что-то Вот мамам Которые сталкиваются С этими проблемами Как им себя вести Как им делать Как не впасть в панику Да Вот Ваша точка зрения Как специалист Ну родителям Очень много нужно Как бы сил терпения И здравомыслия Да Для того чтобы Помогать ребенку Поэтому впадать в панику Это совершенно Ну Не полезно В этой ситуации А надо Ну как-то Я не знаю У каждого наверное Есть свой способ Как собраться Сорганизоваться Но паника Совершенно здесь Не помощь Мне бы очень хотелось Сказать что Обращайтесь к специалистам Которые Потому что Очень индивидуальные Случаи Очень индивидуальная Клиническая картина Вот в каждом Отдельном случае Соответственно Рекомендации Они тоже будут Очень отличаться Есть некоторые Общие вещи Возможно Стоит их потом Упомянуть Но мне бы хотелось Так сказать Но как вы говорите Специалистов Довольно мало Но Вернее Очереди Довольно большие К специалистам Но тем не менее Да Значит нужно встать В очередь Значит нужно подождать Поискать Где еще что есть В общем-то Есть у нас И центры специализированные Есть и специалисты Их Слава богу Становится Ну и с каждым годом Все больше В общем Так сказать Что вот Совсем это Ну недоступно Скажем Невозможно попасть Но так нет Даже скажем Вот к нам в центр Но он даже На тоже там Раннюю интервенцию Это такая программа В общем Которая Ну которую нужно Подождать Будет в любом случае Ну период ожидания Где-то Ну 3-4 месяца В общем Ну это Ну и обращаться За помощью Фунды благотворительные Туда 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 Где могут Реально Помочь Да Ну специалисты Как правило Ну в общем Эти вопросы Все и обсуждаются В том числе Вопросы финансирования Да Куда можно Обратиться Мы всегда призываем Плохо и воспитываешь И вас попросить Если у вас есть возможность Помочь этому ребенку Получить помощь И реабилитацию По системе Детской Аботерапии Которая Может вытащить его Из состояния Вот этого Котором он находится 930-6384 Наш телефон Работает всю неделю Для Тима И на сайте mixnews.lv В рубрике Зеленая лампа Подробная история Фотографии И Тимофея И его мама И присоединяйтесь К нашей страничке В социальной сети Фейсбук Просто наберите Зеленая лампа Вот там Такой наш логотип Лампа С желтенькой птичкой Присоединяйтесь И помогайте нам помогать Ирина Буквально Одна минута осталась Мы вам ее отдаем В заключении Конечно же Я хочу пожелать Тимофею Больших успехов Я думаю Что конечно же Все получится Я очень Желаю маме Тоже Успехов Терпения И Чтобы они Нашли контакт Со своим специалистом И в общем-то Это тот человек Который Проведет его По тому пути Который ему нужно Будет пройти И я думаю Что конечно же Все должно быть хорошо Успехов ему Спасибо вам большое Еще вопросов у нас много Мы будем к вам еще обращаться Наша программа Подошла к концу Это была Зеленая лампа Телефон 9300-63-84 1 евро 42 цента За звонок И спасибо всем Кто может откликнуться Всего доброго И до следующего вторника Мир не изменится Если мы не начнем с себя Добро не появляется Из воздуха Его кто-то должен сотворить Вместе